Художнику из Индии пересадили обе руки. Теперь он снова может рисовать. Как там в анекдоте. Помнишь, когда мужику пришили руку, не было руки, пришили? Он говорит, доктор, а я смогу играть на скрипке? Говорит, конечно, сможете. Да, вот до того же момента, до операции, да, не мог. Вот так и здесь. Здесь SpaceX смогла обеспечить, ну, это космическая связь, маска, да, скорость загрузки 17 мегабит со спутника напрямую на немодифицированный смартфон Samsung с Android. Маска, да, то есть Samsung, на котором ставил Android, погрузил 17 мегабит со спутника, иными словами, да. Ну, загрузить-то это понятно, 17 мегабит это очень хорошо, а сколько выгрузит он, да. То есть, связь оттуда-то это очень хорошо, а связь туда. Вот это интересует, потому что, ну, конечно, получение информации очень важно, но главнее передача информации. И вот, когда он добьется 17 мегабит в секунду на передаче, тогда все, тогда можно считать, что другой связи больше нет. Она просто потеряет всякие смыслы. И вот ученый за несколько часов создал дрон-убийцу с искусственным интеллектом, способный охотиться на конкретных людей. Луис Венус внедрил в коптер две модели. Одна распознает лицо жертвы, другая приказывает дрону следить за объектом. Вы помните, мы об этом говорили много лет назад, я говорил, когда появится дрон, который просто будут идентифицировать человека, будет вообще очень весело, да. То есть, мы можем вычислить в толпе и нахлобучить. Видите, вот Луис Венус это сделал. Я думаю, какие-то армейские уже давно это сделали, и спецслужбы уже давно сделали. Если простой человек, ну, не простой человек какой-то, там, инженер, смог за несколько часов этого добиться. Да, это интересно. То есть, идет толпа, там, условно, Слову и Путина, там, ему показывают что-то. Вот здесь сталь варит, здесь прилетают дроны и начинают долбить именно его. Браво! В общем, хотелось бы получить такие дроны нам. А уж запустить бы мы их запустили вовремя. А нейросеть заменила всех сотрудников в Испанской газете. Видите, как хорошо. То есть, в Испанской газете работает только нейросеть. В Саудской Аравии строят самый большой в мире сад, площадь 2 миллиона квадратных метров. Называется он «Международные сады шейха Абдаллы». Представляете, то есть, там горнолызный курорт строят в пустыне. Международные сады строят. Это вот к вопросу, куда идут деньги от нефти. Путин столько же добывает нефть, сколько в Саудовской Аравии. Только никакие сады не строят. Все украли нахид. Первый пациент, который получил имплантат от нейролинк, полностью восстановился. Ну, это тоже старая, уже больше недели информация интересная. И вот Сухерберг анонсировал умное устройство, через которое можно будет общаться с искусственным интеллектом, силой мысли, и уже ничего не надо вживлять в башку. Ну, хорошо, что можно сказать. Вот пишут, что через три года люди смогут понимать своих питомцев, что разрабатываются нейросети, вернее, нейросети разрабатывают систему, модель, которая будет рассчитывать поведение питомцев и говорить о том, что они хотят вам сказать, да. То есть, в туалет он хочет кушать. Ну, правда, мы по питомцам и так это видим, но будет, наверное, более точно и четко. Американский стартап планирует в 2025 году вывести спутник на орбиту с таким мощным зумом, что он сможет приближать изображение людей, даже на верных знаках и шпионить. Видите, а если еще соединить с дронами, которые могут уничтожить конкретного человека, то вообще 5 баллов. И говорят, что этот проект профинансировал Билл Гейтс. США считают, что китайские автомобили – это новые возможности для шпионажа. А что тут считать? Это и не только китайский автомобиль. мы интересовались и нашли несколько таких кодов и в французских, и в европейских автомобилях. То есть, когда условная фирма, там, я не знаю, Renault, Peugeot, Strain, может получать информацию о том, что происходит в салоне. Просто подключившись, имея соответствующие пароли, компьютер в машине достаточно мощный и работает с интернетом. Потому что, ну, он условно показывает, там, на дисплей, показывает состояние дороги, там, скоростной режима и прочее, прочее. И это онлайн. Поэтому должен быть интернет. Ну, а соответственно, все, что угодно, он может показать. Салонарододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододододод